Привет, зритель. 5 число, 9 день. Я, конечно, не уверена, может они оттуда свалили уже. Я сейчас пошла воду включить. Я смотрю, думаю, что они так подозрительно летают. Короче, стрём, конечно, но я думаю, ты услышишь. И должен увидеть, я даже приближу тебе. Даже совсем приближу. Рука дрожит, ё-моё. У нас сегодня 24 градуса, уже с 8 утра было, ну с полдевятого, потому что я где-то в это время проснулась. Я, конечно, никуда решила не ездить. Полежу в гамаке, посижу в гамаке, полежу, да, покажу эту штуку, короче, на раскладушке. Надо же когда-то и просто отдохнуть, и не шарахаться каждый день туда, где возможно истеть. Короче, вот так вот выглядит слетевший рой. Я не знаю, сколько у нас вообще слетало раёв, но учитывая, что у нас 8 домиков с прошлого года осталось семей, плюс ещё 5, ну 13 всего семей, из них 5 семей это раи. Причём два рая в одном домике, там непонятно было, то ли не было маски, то ли чё вообще. Короче, два рая было в одном домике. И вот ещё рой. Я ещё так подумала, неужели рой слетел, думала, да вроде как-то, ну, не должно. Атаки рой. Привет, зритель. Сегодня у нас 6-е, 06-е, у Пушкина день рождения, у Рейн Дропс было бы 6 лет, у моей соседки, тёть Таня, тоже день рождения, внезапно 6-го. И помнишь, я сюда не могла дойти, потому что тут были такие злобные птички. И я тут 10-й день уже. У меня был такой момент, что мне вроде как-то было грустно или типа того. Я подумала, что, может, пораньше уехать, а потом подумала, что в городе одна по большей части тусую. Ну, тусую по большей части в здании, если на улице, то чаще куда-то выбраться. Это так вот конкретно, ну, в сад. Потому что там одни работают, другие работают, третья, оказывается, учится. И не знаю, пойдёт ли со мной в итоге на контакт или нет. Потому что, если быть параноиком, то можно многого нафантазировать, а если внезапно посмотреть по-другому на ситуацию, то, может быть, человек хотел пообщаться по нему в свои грехи в прошлое. Но по-разному натыкался на какие-то мои... Ну, в общем, какие-то несостыковки у нас были, что я не могла с ней пообщаться, когда ей хотелось, а когда мне хотелось, соответственно, ей не хотелось. Уж не знаю, если не пойдёт навстречу, ну, значит, не судьба. Короче говоря, я 10-го всё-таки решила вернуться. Вот тут моя тётя сегодня приехала на утрешнем автобусе. И вчера они ещё... Вот здесь вот у нас находится туалет. Граничит с этой стеной, как раз за этой стеной туалет. На дворе было слышно, как они тут спивали, спивали утром, днём. А потом уже не спивали. И моя тётя сегодня обнаружила уже с утра, что вот это гнездо валяется. Само по себе без птичек, без птенцов, без корлупы. И они как бы и отсюда свалили, и из домика для скворцов тоже свалили. Ну и, в общем, там-то у соседки они есть, а у нас-то уже они куда-то лфинтюрили. Видимо, сами скинули гнездо, короче, чтоб не именькам. Раз их не будет, чтобы никому другому не досталось. У меня снова несколько таких заданий партийных. И сначала это сено хотели свести в город, а потом оказалось, что большинство одуванчиков умею его тоже сгревать. В огороде у меня кусочек остался. У клубники сгребсти. Ну и тут вот у палисадника с этой стороны, и там у огорода тоже. Дело на 3, на 4 дня, потому что четверг будет как бы 10, 14 день будет четверг. Но так как я сгребаю где-то около 8, сейчас, во-первых, жарко. Во-вторых, как бы пчелы. Нет, одно дело, когда ты ходишь пчелам в экипировке специальной, а другое дело, когда вот ты сейчас стоишь по жаре в месте их полета, и они могут тебя по ошибке чпокнуть, в смысле укусить. Мало приятного на самом деле. Ну, в общем, вот и вниз до. Я потом его возьму в перчатки резиновые. Да, я брезгливая. Не, ну, мало ли что там. И поставлю где-нибудь. Сейчас хочу немножко прокатиться, потому что в 6 мне медогонку с запчастями убирать с момента, как она сушилась. Потом еще там какие-то бытовушные дела. Ну, и где-то пол седьмого, думаю, можно будет уже тут грибануть. И часов 8 уже в огороде. Ну, я, соответственно, здесь вот теперь могу спокойно пройти. Никто на меня не летит. А я еще думала, почему они как-то так от дома летят на елку, а потом туда, а вторая на меня. А оказалось, что гнездо-то не на елке. Ну, на елке где-то есть диндо, но не их. И оно, по-моему, даже не живое уже. А вот тут они были. В этом где-то месте. Я не могла увидеть, мне хоть и показывали, но иногда как бы вижу, не то чтобы я слепая, я там не вижу, да. Я и не особо зрящая, но потому что иногда я очевидного не вижу, оно под носом висит, а я его не замечаю. Смотрю, куда-то мимо. Вот моя слива с самосевом. Можно теперь спокойно подойти к елочкам. Так, ну сейчас-то не особо можно спокойно, только что мимо меня пшела пролетела. Так, с другой стороны, я пока тут буду убирать сено, пойму, так куда у нас докассили рот, Санечки. Ну и дрозы свалили, может быть, в этом году. Ой, дьявол, позволь мне пожрать каринки. Каринки. Иргат, по-другому называется. На моей этой шайбе. В этом году, наконец-то, может, каринка доживет до своего половозрелого состояния. В смысле, она созреет. И ее не сажут уже никакие дрозды. Или еще какие-нибудь наглые птички. Васильки, кстати, разрослись. Я тут делаю чай с васильками зеленый, их черный кидала. И полноценные васильки, и только вот эти васильковые голубинки. У нас тут мой первый день приезда. И вчера еще летал какой-то гарталет. Забыла, как его там на епе. Помню, что на хена сынается. Не записала я, когда эти дрозды тут были, чтобы вместе с их хлоплями птички спевали. Но я думаю, можно и без дроздов тут записать просто птичек. Какая-то тут живность слюней напускала. Вот так вот стоит капля, а потом хлопысьи упадут. Я как-то в одном месте, в другой части деревни, случайно оказалась под ветлом. И с него вот такая же штука на меня на футболку кап. И тут я... А, не на футболку. Тут я понимаю, что у меня, наверное, есть эта футболка. А это не футболка, это кофточка, но тоже серая. Короче, у меня как бы есть другая футболка дома. Такого цвета практически, как эта серая кофточка. Приближаю соседский этот самый. Люпин. Нашла случайно на вайдбере с муку из семян люпина. Вот теперь. Жду, когда он это... Отцветет, созреет. Соберу на сушу и сделаю муку. Тут у нас этот самый баллон газовый. Смотрите, я решила тут до 12-го. Она осталась, потому что кое-какие дела лучше делать. В определенные часы я и хрят не успею за 3 дня сделать. Короче говоря, сегодня у нас, какой хочется несчет, вот так. Седьмой, оказывается. А где же ты, деть бы тебе? Я сейчас тут только что увидела страшную штуковину. Свет, конечно, нам особо эффекта не дал. А это все-таки жук какой-то. Я думала, что это какая-то. Или шмель. Верен, телефон на зарядке практически полностью разряженный. Он залетел через окошечко, что ли? Я тут его как бы приоткрыла, чтобы, ну, на стулочку такую. Хрень, ползи туда. Мамма миа. Правда, шмель, какой он жуткий. Да, у нас тут кладбище пчел залетающих со стены. Огромный да какой вообще. Я-то его сейчас просто тупо приблизила. Но он реально огромный. У нас жарко очень. Сегодня, по-моему, самый жаркий день. В Москве там какие-то огрозы. В Ярике типа тоже. А тут просто жаркий день. В 8 утра было уже 22 градуса. Я не стала ждать 10 утра. И выставила эту самую на сушку. Ну, не на сушку, на высыхание, короче. На просушку, скорее. Рамки. И мезогонку. Шмель, можете уже свалить эти вот. На тебя посмотрели мы. Давай, вали отсюда. Свалил. Я сначала решила, что это с сушами начинает шарикаться. А потом решила камеру включить. Сначала хотела ее жопой ведра пластикового при отправить пятам. А потом поняла, что это не совсем вы посушами. Это что-то другое. Я решила на камеру заснять. Такие дела. Я еще не завтракала, но я уже хочу покушать. У меня это самое. Вчера тетя была. Привезла мне творожка. Она раз на завтрак. Сметанки. Я сначала дела поделала. Я думала еще пропылесосить. У нас без 15,9 у меня как. Да, еще только без 15,9. Я вообще сначала в 4 с чем-то проснулась, уснула. Потом в 7,44 встала и поняла, что уже надо вставать. Что на улице теплее, чем дома. Что с улицы свежего воздуха, прохладного не придет домой. Я зеваю. Я еще когда вешала полотенечко, думала, что в городе так же делать. Ну, как бы рано вставать пока. Сейчас вот тут режим обратно вернуть нормальный. И тут вставать пораньше, даже если вроде как спал мало. Просто потом без бессонницы отрубишься вечером. Или, ну, может в нем в гамаке полирует. Допотопный советский градусник. Сейчас узнаем, сколько у нас всего градусов. Он, походу, дело 17 градусов по Цельсию. Там еще Фаренген показывает. Ладно, зрители отрубают. Да, у меня тут эти розочки. Я позавчера их сняла. По круговой дороге был один маленький кустик. Но он разрылся. Вообще раньше там, где-то 5 назад, точнее 6 назад, в 2015 году там было несколько маленьких кустиков. Я помню, тогда очень много этих розочек диких собрала. Я взяла даже прессованную розовую штуку. Ну, типа как прессованный розовый чай. Ко мне вроде кто-то, а может не ко мне. Ну, короче, надо отрубаться, наверное. Чтобы кто-то вроде как идет вдруг ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok